Всем привет! Начинаю записывать влог и посмотрите, какая у меня тут красота. Повесила я еще свою фотографию сюда. У меня получился такой вот уютный уголочек. Вот, сейчас я еду сегодня на фотосъемку. У нас огромная фотосъемка, очень много будет образов. Вот, и покажу вам, что же я с собой беру на фотосъемку. Беру свои любимые туфельки, лабутенчики. Мне они нужны под мое платье Джованни. Вообще, они под все подходят абсолютно. Очень крутые туфли, но, конечно, ходить на них практически невозможно. Но я все равно не жалею, что они у меня есть, потому что они просто... Они крутые. Это самый, кстати, высокий каблок у лабутенов. Вот, но смотрятся они очень круто. Поэтому я их беру. Так, дальше что еще беру? Это расческа у меня тут. Тангл-тизер. Очень я ее люблю. Классненько. Буду расчесывать немножко, знаете, локоны. Под расчесывать. Дальше, что у меня еще тут интересного? Это лак для волос. Жидкий. Ой, у меня тут отражается. Это зеркальце беру с собой. Дальше блестки. Обязательно блестки. Ну, хотя блестки на фотосессиях не сильно видны, потому что они больше при искусственном освещении видны. Но мне очень нравится. Они больше, знаете, делают именно здоровую кожу. Поэтому люблю. Дальше духи. Беру свои джалстковали для, так скажем, интерьерчика. Это масло. Масло с блестками от Avon. Всегда беру тоже масло на съемки. Очень круто. Обязательно нужно мазать ноги. Запомните, девочки, руки и ноги всегда на фотосессиях нужно мазать, чтобы у вас был такой красивый глянцевый блеск. Также очень часто еще мажут ножки хайлайтером. Взяла свою палеточку с собой Naked 2. Очень люблю эту палитру. Практически всегда на фотосессии ей крашусь. Здесь очень красивые оттенки. И на фото они очень круто смотрятся. Очень дорого, богато, так скажем. Очень люблю эту палитку. И в качестве зеркала тоже ее удобно носить. Так, дальше. Где у нас фокус? Вот фокус. Дальше косметичка. Здесь украшения я вложила, потому что много смены образов. Нужны украшения. Вот. И вот такие вот блески. Такой вот розовый. Виктория секрет. И красный. Это все как бы красный для красного пати, розовый для обычного. Журнальчик с собой также взяла для образа. Вот он. Тут для, так скажем, декорации. Вот. Так что, да, такие дела. Все, поедем на фотосессию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Принесли Гринтвейна. Хлебок принесли. Водичку. Вообще, очень красиво здесь. Посмотрите, как красиво. Картины. Очень красиво. Прям супер. Вот так вот красивенько. Продолжение следует... 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 Это то, что кожа стала очень ровной и гладкой Вот прям с первого применения, да Есть такой эффект Мне понравился эффект Она немножечко подсушивает какие-то, если у вас есть воспаления или еще что-то Потому что все-таки это клей маск То есть здесь вот сзади, да, я не знаю, видно будет или нет Содержится вулканическая глина Поэтому она немножко подсушивает И очень хорошо то, что здесь содержится масла То есть это не просто глиняная маска Которая, знаете, засыхает у вас колом на лице Очень создает огромную сухость Здесь сухости вообще после этой маски у вас вообще не будет Абсолютно очень приятная текстура, нежная И вот видите, такой хороший эффект В то же время и очищение кожи Вот как здесь и заявлено, глубоко очищает Выводит токсины, снимает маску усталости Выравнивает тон кожи, сужает полы Вот все абсолютно, что здесь заявлено Абсолютно все она выполняет Так что советую от всей души Очень хорошая маска и стоит очень бюджетно И всем привет еще раз Продолжаю вам рассказывать различные рецепты завтраков Различные рецепты яичниц, которые готовят в разных странах Я вам уже показывала турецкую, мой любимый Сегодня мы готовим израильскую Вот, значит, этот рецепт из ресторана Якета Который находится в Минске Они готовят на завтраке такую яичницу Такой завтрак израильский Сам шеф-повар из Израиля, он открыл этот ресторан Ресторан Якета в честь его самого Вот, зовут его Маркор Якета Можете найти в Инстаграме Итак, что нам сегодня понадобится? Три яйца Нам понадобится перец Нам понадобится лук красный Вот так вот он выглядит Такой вот лучочек Пёрышки такого лука Помидорки черри Томатная паста Томатный соус Либо помидоры можете в собственном соку использовать Масло оливковое И сыр И сейчас я буду по ходу дела готовить и рассказывать фишечки этого завтрака Что мы первое сделаем? Это хорошо обжариваем на оливковом масле Сладкий перец красный И лук Далее мы добавляем сюда помидорки нарезанные И томатную пасту И стараемся поставить маленький огонь Чтобы это у нас всё протушилось Далее сюда заливаем яйца И даём хорошенечко-хорошенечко им прожариться вместе Чтобы дошёл у нас белочек Далее посыпаем луком солью Сыром И всё оставляем доходить на спокойном огонёчке Даём время хорошо всему этому прожариться Вот так вот это всё подаётся Это подаётся в сковородке Потому что оно достаточно жидкое И вы его не выложите на одну тарелочку И смысл также этой яичницы в том, что нужно батон макать Можно хлеб, если не едите батон Но в оригинальном рецепте идёт батон Макать вот в эту массу То есть здесь получается томатная вот эта масса Она достаточно жиденькая Нужно макать в эту массу и кушать Также приготовила зелёненький чай Вот, ну приятного аппетита! И сейчас я продолжаю попивать чаёчек зелёненький Давно, кстати, уже не пила зелёный чай Наверное, недельки две вот решила себе заварить Молочный улон он называется И принесла журнал «Психология», помните? Который я покупала вместе с кремом для рук Локситан Вот, поэтому сейчас решила прочитать Потому что, честно говоря, не читала Даже не знаю, что из такого интересненького есть Сейчас полистаем, посмотрим В общем, девчонки, это полный бред Полный ужас какой-то Здесь абсолютно нет ни одной статьи Которую вообще можно почитать Что-то интересное Я начинаю что-то читать Там такой идёт бред Или какая-то реклама Тест какой-то Ну, тест для меня не очень был актуален Какие-то истории Ну, вот реально какой-то просто бред Вот Ну, вот эта статья Мы помним обидные слова учителей Да, это так Я думаю, что каждый в своей жизни Если на него что-то плохое сказал учитель То, да, это он запоминает То есть какие-то банальные вещи такие написаны Я не знаю, за кого вообще этот журнал Мне вообще он не полезен И я всё уже здесь из этого знаю Вот реально просто какой-то бред Тоже я здесь про стиль, что-то про красоту Сейчас, что здесь такое было Ну, кстати, вот эта книга Сила добра Я её очень давно хотела купить Тоже её очень давно не было в наличии А потом я буквально наткнулась на электронную версию И прочитала пару страниц И поняла, что это очень скучная книга Она называется Сила добра Не знаю, если где-то найдёте в интернете Эдолай Лама её написал Можете прочитать Но лично для меня она оказалась очень скучной Я рада, что её не купила Потому что стоила она очень дорого Где-то долларов 14 Но, слава богу, что я её не купила Потому что абсолютно скучно И я бы не смогла её читать То есть, ну, реально просто ни о чём Мне кажется, журнал в последнее время Это вообще ни о чём Это одна реклама Вот А бы что? Вот серьёзно Кстати, по поводу Валерии Я вот недавно ходила на её концерт Она приезжала в Минск Мне девочка бесплатно подарила билет Я уже рассказывала Вот И Валерия сейчас, кстати, нарастила себе волосы Вот у неё длинные волосы Вы знаете, ей так круто идёт Вообще много сейчас людей наращивают волосы Особенно звёзды Вообще 70% звёзд наращивают волосы Кто-то для объёма Кто-то для длины Кто-то для того и для другого Вот Поэтому сейчас это, вы знаете Сейчас уже есть несколько видов наращивания Сейчас не только капсулами наращивают Но и голливудским способом Это когда пришивается шиньон Как бы косичками К вашей голове Вот Так что такие дела В общем А вы что? Честно, не журнал Просто выкину его в мусорку Потому что читать реально просто нечего Вот И, кстати, Валерия мне стала нравиться больше С длинными волосами Прям где очень идёт Точно такая девочка-девочка Вот Так что, вот видите Куча какой-то рекламы Вот просто ни о чём Панакоты Рецепт, кстати, тоже Ну, неплохой такой Но Готовить я его не буду Вот Салат вот такой Ну, достаточно сложный Потому что У меня некоторых ингредиентов нет Здесь нужны шейхоа Какие-то шейхоа Орехи Или что это В общем Я вот так вот Положу Если будет интересно Поставьте на стоп И можете Сделать такой салат Прикольный Он со свеклой С грецкими орехами С мёдом С апельсином Кресс-салатом Вот Ну, такой интересненький салат Просто сто Некоторых ингредиентов Нет Так, видите Всё Одна реклама Виши Биотерма Опять реклама Косметики Никогда не читаю Ничего об этой косметике В таких журналах Потому что реально Это просто Одна реклама Рекламу я не люблю И не читаю Это всё выдуманное мнение Вот, кстати Про волосы тоже Думала, нормально Будет статья Но нет Опять Какой-то бред Написан Вообще не интересно И, кстати Хотела вам рассказать По поводу таких зарядок Для айфонов И не только Это зарядки Которые заряжаются От сети И которые Потом можно заряжать Ваш айфон Вот у меня была такая розовая Если помните Она у меня была Больше года Потом она сломалась То есть вот здесь Вот такое отверстие Когда вставляете Если сильно засунуть То ломаются Такие электроды В общем у меня сломалась Я выкинула Это было буквально Недели три назад Я сразу же заказала Новую девочке В этом же интернет-магазине Что вы думаете Прошла неделя Полторы недели Точнее И она у меня опять сломалась Опять сломался Электрод выломался Вот здесь вот И получается Вы не знаете Какой стороной Вставлять провод Верхний или нижний Потому что провод одинаковый Получается Тыкаете И один электрод Он с одной стороны Вот здесь сломался А восстановлению Эта зарядка не подлежит Так что я опять Выкинула 20 баксов В мусорку Больше покупать Я зарядки Наверное не буду Потому что Просто уже Жалко денег Жалко денег Продолжение следует...